Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. Парагрин еще тоже целый раунд будет читать. Услада для ушей, блядь, родная. На фоне этих ебаных коллег реально, типа... На фоне этих ебаных коллег даже реально кажется, что Парагрин нормальный батлер, типа. Ну и, наверное, в их ситуации он действительно нормальный батлер, потому что он что-то... Ну, это просто пизда. Не, я... Я думаю, скажешь что-то такое про Парагрина, конечно. Ну, я не то, что много батлов Парагрина видела, я видела его батл со старухой. Да, вот на батл со старухой мне вообще не понравилось. Ну, мне тоже. Он там что-то так ублюдочно вел себя еще. Да, мне понравилось тоже. Старуха там просто еще так затрушечку там затирал, там про бобана, там у старухи до слез был. Поэтому низкий уровень аккумулятора. Блин, пацаны, я не знаю, что вы не хотели сегодня днем смотреть это великолепие. Кто не хотел? Ну, никто не хотел. Я подумала... Да, я подумала, он без тебя как-то будет нёк смотреть батл. Вот. И подумала, что можно отложить это на потом, но это, блядь, это просто великолепно, нахуй. Блядь, когда он наеду остановился, типа, наверное, сейчас хоть что-то скажет, что он... Да-ка, взрывай тебя, она не хочет сделать, да-ка, блядь. Ой, ладно, короче. Фух, ребят, поехали, короче, у вас всех 15-16 человек уже достаточно для того, чтобы... Так, давайте, в чате все. Я говорю, Микси мазафака, а вы его повторяете, заканчиваете фразу. Давайте. Йоу, это Микси мазафака. Так вот тебе палец большой показали. Вот у него примерно так же получилось. Когда три человека что-то сказали. Мазафака баунс написали. Микси мазафака баунс. Ладно, ребят, короче, мы, к сожалению, к превеликому, уже посмотрели два раунда благолепия, но под конец я уже просто не смогла не включить трансляцию. Короче, нам сегодня написали, вот мне лично написали, типа, а вы батл-то смотрели, батл-то смотрели, но мы решили посмотреть батл, короче. Просто охуенно. Ну-ка посмотрим, что же нам преподнесут молодые певцы Версуса и старые певцы Слово. Я нахуй обожаю теперь все, Слово Ростов, блядь, Слово, даже хайт, кажется, просто великолепным судьей по сравнению. Ссылка и профи-24 мне очень понравилась. Ладно, все, поехали. О, глянь, кому-то не нравится моя прямая эфира, оп. Что-то, что-то. Представляете, не надоели ли мне прямые эфиры? Я думаю, человек расстраивается, приходится заходить в прямые эфиры постоянно. То есть тебе надоели? Ну да, говорит, может жить в прямом эфире, я могу. Мне не обидно. Мне ни капельки не закашляет. Я сегодня вспомнила эту Мишину строчку гениальную. Что они ни капельки... Все, короче, все, кто пиздят на эфиры, уходят в бан. Все просто, не втите, не смотрите. Очень быстро, это легко работает. Кому не нравятся мои истории, всех скрываю историю. Кому не нравится эфиры, скрываю эфиры, чего не расстраиваются лишний раз. В итоге, в оправдание тому, что у нашего Гриши, у него 32 нет ни карьеры, ни детишек, он назвал себя рэп-отцом. Молодцом. Мол, он подарил... Уже хорошо. Но он добавил в конце, что собирательный образ его сыновей, это картавый актер алкоголик в очках. А кто его сыновья, кстати? Я боюсь представить, кем была эта, блядь, мамочка. Электронейш. Как ты поднял все это, как сюжет фильма. Ну, Гриш, послушай, ты сам видел, как я разъебал твоего сына. Чемпиона, блядь, слово и КБ, это только начало, поверь. А если все, это для тебя сюжет фильма, то да, дорогая, мы убиваем детей. Тут у меня есть небольшое замечание. Дорогая, мы убиваем детей, это не фильм. Ну, просто, мне кажется, это важно, потому что мне... Я, ну, плохо разбираюсь, но мне кажется, что Дорогая, мы убиваем детей, это телешоу украинское. Просто, чтобы вы знали, ребят. Такой он артист, да, такой артист. ФБ, ФБ, тебе дал мотивацию, работать на максимум. Говоря иначе, в текстах ты дал розкилуную, сука, твоя подача меня выворачивает. И за четыре года ты ни разу не дал ей стимул к разбитию. Ты даже в то время присоздавал лигу, собирал племя, не отдавал в блика, как и сейчас, но просто греха. Стоит бэд, вроде с мясным текстом, но твое мясо быстро приелось. И ты что думаешь, все эти фокусы с переодеванием, даже тот глупый танец всего лишь, а-а-а, и конец. Почему, почему они, чему они, чему они обрадовались-то? Они реально как будто кривое зеркало смотрят перед деревней дураков, да? Дети, да, в школе, которые вышли, типа, а-а-а, и сейчас смеются, типа, ну забавный звук. Просто, что, в чем причина для радости? Я не понимаю, да посмотри, сколько, блядь, искренних счастливых улыбок на то, что чувак просто сказал а-а-а противным голосом. Что за хуйня происходит? Мне кто-нибудь объяснит? А-а-а, и конец, но даже это была часть у меня, ведь это был миксиканец. Ой, блядь. Ну просто, ну просто что на это скажешь? Ха-ха и конец, это был миксиканец. Миксиканец. Это типа, он микси, и он наделал сомбреро и усы, и теперь он миксиканец. Теперь он может в игру слов, да? Да. Что, 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 что? Почему все лысые, я тоже не знаю. Возможно, то, что все лысые как-то объясняют происходящее, я вообще без понятия. Может, а у лысых какие-то свои угары. Это моя крайность, это моя область, я просто разбираю себя на миллионы частиц, и миксую их так, чтобы каждый мудак осознавал всю глубину фразы. Микси, маддафака, микс, я! В чем глубина фразы, ребят? У кого-нибудь есть осознание, в чем глубина фразы? Я вижу, что Оксимирон видит, в чем глубина фразы. Он глубину-то сейчас прямо прочувствовал некую. Но, с другой стороны, я не понимаю, в чем глубина этой фразы-то. Где глубина? Почему глубина? Блин, я больше не могу. Просто убейте меня, что за говно? Вот и все, Гриша. Я даже смысла не вижу говорить про нашу разницу в возрасте, про наличие опыта. И вот смотрите, ребята, вы же смотрели этот баттл, да? Смотрели, да? Ну, вот вы же слышали, да, парагрины? Вот кто-нибудь когда-нибудь ожидал, что скажет, что парагрин, он типа приятный пацан, который просто по основным каким-то, не пытаясь что-то придумывать, что-то еще, просто по основным каким-то наброскам образа, да, что-то там раскидал. И просто человек, который... Я, ебаный, чей-то дело, я теперь трактор, я достану тебя и запасажу на свои вилы, а потом ты будешь на них барахтаться, и будешь плеваться кровью, потому что я маньяк, потому что я маньяк, я... Микс и мазафага Микс! А-а-а! Охуенно же! Это же баттл рэп, какое отношение... Да, он всегда надо просто рассказывать, типа, я разберу тебя на детали, разберу тебя на детали. Я знаю, куда бить, я знаю, куда хвост... Куда-то куда-то? Я обижу тебя на сквозь! Что? Ты же не говоришь ничего! Ты говоришь про это, микс и мазафага Микс, все, больше ты ничего не говоришь. Но он еще сказал, что он старый, у него нет детей. Все! Бля, вот это ты глупая. Бля, ты охуенно, блядь, ты настолько старый, блядь. Притом он, да, вот, смотри, он читает, типа, раун, типа, баттл рэп, это не ебаные шутки! И потом, ты настолько старый, что, не знаю, ты клянешь себя бабушкой, потому что твоя бабушка умерла. Ты ведь старой бабушке старше, чем ты, а не умерли, ты тоже скоро умрешь. Пять лет не проживешь, на заводе не проработаешь. Охуенно! Кстати, вот, например, смотри, Жанни Клуд написал, заткнись, дура, а полетишь ты в бан не только у меня, но и у Славы. Ха-ха-ха-ха! Что ты на этот патч-лайн скажешь? До свидания. Ха-ха-ха! Я буду самых обидевших меня, я буду банить просто отовсюду. Еще из группы антихайпа вас забанят. И на данный момент только... Нашли с кем связаться. Разорвать тебя, как самый злой маньяк, а потом догадаться до всех остальных тигрят, чтобы вывести... Так до кого ты до него и не добрался? До кого ты можешь добраться? До вот этого пацаненка бедного? Да Витя Бови, нахуй! Вы смотри на них, что до них добираться? Они на тебя от расстояния вытянутой руки. Ты хотя бы кого-нибудь забатли, блядь! Хочешь что-нибудь, кроме рычания? Как насчет этого, нахуй? Всех вас мне не нужен повод, ок? Чтобы вывести всех вас, не нужен лишь поводок! Блядь! Не повод, ок! Это как будто Ваня Светло для ежемесячной, знаешь, пишет максимально уебичную рифму, да, окуренную утром, блядь! Ну что это за сыраем повод, ок, поводок, серьезно, блядь, серьезно, блядь! В 2018 году человек на батле рифмует повод, ок, поводок! Я никогда не думала, что я пропитаюсь вот искренней любовью к браге, нахуй! К парагрину! Витя Боби вообще мой фаворит! Ну, типа, вот смотрите, ресторатор такой, типа, ну, братан, ну, тут смешно, конечно, но, блядь, мне стыдно то, что мое лицо... Мне ресторатору похуй, ну, смотри... Поводок, поводок, отлично, блядь! Да, как Данчейни на шум реагирует, так же примерно. Ой, блядь, как же охуенно! Просто восторг! Повод, ок, поводок! Это сильный батл МС, он, блядь, представляет собой невероятную угрозу. Угрозу. Поводок! Я доберусь до каждого, не утолите во мне жажду, вы не только не забывайте важного. Я только что отбатнул единственного парня, в котором я реально видел соперника. Так что, либо вы покончите с рэпом сегодня, либо когда я до вас доберусь, об этом у меня нет ни капли сомнения. Нет! То есть он видел... Ты ничего! Единственный парень, который он видел у соперника, это в парагрине, и он не сказал про него ни слова. Вообще ничего. Вообще ничего. Он сказал про парагрина две вещи. Он старый. Этот не старый. Повод, ок, поводок, все, все вещи, которые он сказал за весь батл. Старой даже нет на самом деле. Бля, просто великолепно. Я хуй знает, меня прям, я сейчас искренне радуюсь, что мы будем смотреть на парагрина, понимаешь? Как тебе такое? Ну ладно бы, Гриша, не подводи нас. Я все анекдоты прочитала. Мне не понравилось. Ну все, пацаны, уже третий раунд, и значит, пора бить по-больному. Это Микси-мадапака-микс. Но Гриша зовут его просто Огил. Это же разное, да? Кто-то не знает его, обвиняется по секучу народу. Это его задевает, и он отвечает, блядь, что происходит? Я тоже задаюсь этим вопросом. Я не скажу, что ты байтер. Но у тебя есть проблемы, Максим. Я расскажу вам о них по порядку. Ребят, у вас у всех проблемы? Вы все лысые, абсолютно все. Вы посмотрите, даже Редо лысый. Почему все лысые? Разрешено лысым людям говорить, публично выступать, и вообще вот эта вся хуйня. Мне кажется, ну, от этого вот вся хуйня в мире, от того, что лысым людям дано право вообще голоса. Мне кажется, сначала, блядь, отрастись, хотя пучок какой-то на голове, а потом уже, блядь, выебываюсь. Ну, что за хуйня? Ты лысый, ведь все это видят. Почему ты думаешь, что кто-то должен испытывать уважение к тебе? Ты же лысый. Ты же лысый. Не понимаю. Это одно из самых... Но на самом деле, вот понимаешь, даже выйдя, я не знаю, на батл, только с утверждением ты лысый, можно написать намного лучший текст, как бы просто говоря, то, что человек лысый, блядь, три раунда подряд можно намного больше чего-то интересного найти, чем в этом... Я не знаю, кто вот эти приемы использовал, про то, что я тебя вскрою, там, выпотрошу. Когда они вообще были актуальны? Когда я не знаю, этот был... Не знаю, ну, корифей, ну, корифей то делал что-то, блядь, панчлайны какие-то придумал. Там литературу накручивал, историю, еще что-то на это. Это вообще даже не пытается... Это, блядь, Максим Мразь, типа, который почему-то батлет на версию с Прэшбл А4. Блядь, да Максим Мразь охуенный был по сравнению с этим, блядь. О, пиздец. Вот, ок. Во-первых... Написали за мной тоже, Айси. Вот он и молчит постоянно. В заявке он угоняет машину в своем обеспрашенном образе, но там у него нету страшного голоса и даже покрашенные волосы он выдает иначе почитки, но через полгода в жизни Максима, как признаки спида, вдруг появляется Огил, и он начинает... И он начинает истошно орать и капюшон одевает на фото, поскольку... Ну, он хотя бы придумывает, типа, я должен до чего-то доебаться, а у этого как будто... Зачем? Он же старый. Я просто буду читать про то, что я его знаю изнутри, я разорваю его очко, я... Амикси, мазафага, ну, типа, блядь. Нет, ну, это реально очень сложно воспринимать, даже без угаров, то есть, как бы это понятно, что тоже довольно... Ну, как бы, типа, вот, ты в заявке был такой, ой, а сейчас ты другой. Ну, типа, это унылое говно, Ну, это хоть какие-то, блядь, предъявы, у этого нет даже никаких... Он ничего не говорит, просто, блядь, рычит. Самое главное, что я уверена, что большая часть все равно будет думать о том, что, типа, ага, он над Куником пошутил. Типа, человек хотя бы, тоже он берет конструкцию, он берет, типа, твои слова о том, что, типа, ты говоришь, что ты там жил по понятиям в криминальном районе, и ты же пишешь про Куник. Все будут говорить, типа... Да, но все, что видят, да, а что он до него доебался, тоже за Куник доебался, ну и что, это что за предъява такая? То есть, мне кажется, что в основном люди даже сами конструкции-то эти не видят, поэтому им вот эта хуйня и заходит, вот просто потому что... Какая разница? Ты будешь двух слов, типа, связывать, не, ребят. Да, нормально, ты и так пойдешь. Ну, и сдохни, братан. Ебучим, да. Просто сдохни, братан. Кто здесь? Сдохни, да. Что? Миша, мазафакомикс, садись с нами смотреть, мы вот смотрим Versus Fresh Blood в прямом эфире. Ну, смотрим. Заползай. Давайте. В наш уютный уголок. Давайте жрать, ну, кушать. Просто Миша сразу с Bad Bars залетает. Конечно, Миша, пойдем. Просто Versus Fresh Blood я потом... Красиво летаешь. Садись. Мы смотрим Paragrina уже. Еджигли пишут. Все, тебе привет. Толпа ликует. Толпа ликует. Так охуенно тоже. Знаешь, как Миша как-то зарифмовал в миксе? Чтоб ты знал сразу, чтоб ты понял уровень батла. Поводок и... Поводок? Да. Блядь, вернулись, да, эти пацаны? Великолепно. Вернулся Харрисон стиль. Харрисон, точно. Харрисон же, да, любил вот эту хуйню раскручивать? Как она накакана, да? Я охуенный. Ой, ладно, давайте дальше ехать. Был твой кругозор ограничен хип-хопом? Даже нет. 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 Я знаю. Я на тачке угоняю. Я больше четырех пород собак. Заебали ебало, блядь, сходу. Чуть больше. Баллонка, блядь, омчарка. Моп, сука, и фокс-терьер. И фокс-терьер, блядь, иди нахуй, микс, мазафака, микс. Нет. Слав, про хайп-трейн можно же ответить, да, что его пока нету на Тунце, потому что... секретное пише, ну, короче, там... Ну, просто техническое, типа, это ненадолго, это пройдет. Понимали. Пиздите, ты хочешь куда-нибудь сходить, нет? Как тебе кажется? Такой же, как это хрена. О-о-о-о-о-о-о-о! М-м-м! Вот сюда она заценивается не очень. Микси, Микси, даже звучит как имя героя, которым бывали тентакли, поэтому сколько бы ты не пиздел. Странно, Оксимирон не понял про тентакли, это тоже такое слово. Может он просто не... Оксимирон не понял про тентакли, это нормально. Я бы хотела, чтобы вырезали кусок этого прямого эфира и просто сказали, Оксимирон не понял про тентакли. Шок, шок контент. Блин, у них такие лица у всех классные. Все эти баттлы война, и если на них он кричит I said you, то где-то в душе I said you. Я тут даже что-то понял. И чтобы понять, насколько он в теме, я включил его трек. Там охуенно хорчевый припев. Цитата. Подними руку вверх, покажи свою скенг. Скенг, 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 что переводится пушка, и это уже очень пиздато, но у этого... Это уже очень пиздато, согласен. Подождите, у этого слова есть второе значение. Это большой черный фалоимитатор. Ой, как мило. Да мы знаем, что ты... Оксимирон сразу, да мы знаем. Что, там Redo подтвердил? Блин, мне очень нравится, как они все стоят и такие... Мы знаем. Что, Redo подтвердил? Если Redo подтвердил, то мы защитываем блять панчлайн. Если нет, то... Ладно, он улыбается, улыбается. То мы вычитаем еще два панчлайна. Это защитный панчлайн. Защитный, да? Если Redo подтвердил, то все, защитный панчлайн. Блин, мне нравится, как Лысый решает сейчас, как переводится слово. Все встали с таким кругом плотным и такие, так, сейчас мы порешаем, как слово переводится. Ладно, поехали. Оксимирона можно перебивать на всех баттлах, не только на своем. Оксимирона мне понравилось в раппо момента, знаешь, он прям реабилитировался такой, да-да-да. Нет, мне просто очень нравится, как он постоянно почему-то встревает с комментариями. Ему вообще уже похуй, типа, читает его оппонент или просто кто-то читает, типа, нет. У него какой-то метроном в голове, знаешь, когда надо реагировать на панчи, типа, ну, цик-цик-цик, бац, момент, надо реагировать, типа, вот он же реагирует на какую-то хуйню непонятную вообще. Ой, смотри, это же тот, который тебя диссил, нет? Да. Задыхающийся. Очень смешной диск, спасибо. Я вообще ничего не понял. Охуённый. Ладно, давайте... Надо его за это просто... За то, что он не Жека Жо. Так, хорошо, давайте еще раз попытаемся проникнуть в мир баттл и рэпа, мы слишком разрофлились, давайте. Да, подождите. У этого слова есть второе значение. Ну-ка, что Редон сказал? Это большой черный фамоэнгитарно. О, его грязно говорит. Редон не согласился. Правда, вы меня видел, блядь? Черт, наоборот, что ты реагируешь, релаксирует. Короче. Редон не согласился. Не, почитаем, панчлай. Почитай, почитай. Вон, теперь его боятся. А не вычли, панчлай. Я реально боюсь за тебя, ведь ты угоняешь машины, и у тебя в руках то ли ствол, то ли, блядь, резиновый хуй, вся твоя жизнь ГТА. Вот это панчлай. В одном ты все-таки прав. Вот это панчлай. Хотя, чувак, ты че, ипотека? Че там панчлай? Ну, ты хотел на пугать их, они уже видели Сяву с Лилдиком, и как забывает тексты Лопакин. Да, у меня есть хуевые песни, но я на бете могу выделяться от... Че мы на старуху выёвывались? Мне это не нравится. Мне тоже. Ты хочешь стать лучшим МС? Удачи. Но если ты будешь таким же потерянным, ты либо покончишь с трэпом и с пажором, либо покончишь со временем. Ведь ты пиздишь, что в кип-коп у тебя есть правильный, но лишь статьи, как я могу, ты здесь правильный. Какое время? У вас нет никакого времени. А че вы говорите, блядь? Что с ними не так? Ну, я типа по пять минут должен быть раунды. Да, может, им реально всех на ипотеку посадили. На мотивации. На мотивации? Посмотри на это лицо, говорит, 35 тысяч в месяц. Ангар в девятке Максим Родов покупает. Я говорю, это я понял, знаешь, я только девятки вскрываю. У меня, знаешь, типа Рафик даёт десятку. Я не видела его за яхтем, на самом деле, я видела такой первый батл, когда он дико орал. Батл с Оби-Ваном, когда он просто мямлил. И теперь, когда он просто говорил, ёба, ты чикатила, я тебя пощикатила, я чикатила, чикатила. Я хочу, чтобы ты знал, у него было, как там было это про чикатила. Я тебя, вас бы это не кололо, вас бы это чикатило. Типа её маньяк, вас бы это не кололо, а чикатило. Такое вот. А потом он начал, типа, щекотать. Было очень мило. Там просто такое сражение лысиков. Так, Серёж, ты всё-таки хочешь в бан, да, полететь, или что, я не понимаю? Какой серёжный похороняй? А балбиск. Балбиск в бань, конечно. А то он информацию здесь собирает, чтобы забатлить нас. Он же Колян. Он тебя порезал. Абу, уходи, Слава, дома. Ребята, я его ёбну сейчас, если вы не сделаете сердечек в эту трансляцию. Хочу ли сердечки в ту же секунду? Вы все хотите смерти, Микси. Вот этот момент запечатлён. Вот, понятно. Сердечка больше. А что Микси сказал? Мы не знаем, сейчас посмотрим, что же Микси сказал. А он парагрина мне понравился. Второй раунд парагрина мне понравился. Третий не зашёл. Ну, третий, да, правда, как-то был хуже, чем все остальные. Короче, весьма такой тяжёлый кусок. Вот, и, ну, по-моему, этого не было заметно. Я когда-то пытался выйти из ситуации. Блин, это самая жалкая вообще часть всего этого мероприятия. Это то, что они все потом хвалят друг друга, оправдываются. Оксимирон вон влетает опять. Посмотри, голуби, ну почему? Блин, ну это же не смешно, не самоиронично. Это просто убого называться голубем. Это неприятная птица. Она, блядь, постоянно переносит заразу. Голуби жрут друг друга. Они мало живут. Голуби мерзкие. Дело не в чём-то таком. Ну, в смысле, блядь, просто голуби, в них нету ничего, ну, в смысле, вообще ничего воинственного. Да, то есть я даже не буду говорить вот эту аналогию там с, блядь, приевшимся значением слова голубь. Пофиг, что, что может быть злого в голубе? Кого может, блин, голубь может только отвращать. Он не может сделать ничего, что тебя ранит. Клюнуть тебя? Нет, не может тебя клюнуть. Голубь не может тебя клюнуть. У нас в школе мальчики играли в голубол. Они просто насыпали себе на ботинки хлебные крошки, голуби подходили, они их пинали. Это всё, что делали с голубями. Ничего полезного с голубями не делается. Ваша техника рассказывала, что из хлебного мякиша делали валенки для голубей на озоне. Зачем? Вот он говорит, я окончательно ебанулся в тот день, когда увидел, как сорокалетние мужики делают из хлебного мякиша валенки для голубей. И всё, после этого я уже... Валенки, маленькие валеночки, чтобы голубы. Да, они не валим на ноги. Они типа не могут взлететь и ходят. Валенка. Из Америки. Какая, да, кармачка? Нормально. Валенки. Ну, он на красной зоне сидел. Сейчас, наверное, все зоны красные, нет? Наверняка. Что это значит? Я вообще не понимаю. Ну, красные, то есть, ну, полицейские. Потому что все живут по уставу. Все не по понятию. А что, есть зоны, которые тебя просто отправляют туда, и ты там по понятию все живешь? Ну, есть, да. Есть и преступления, за которые можно, ну, типа, улететь нормально. А, ну да, на это я смотрела интервью, ваша техника, да. С каким-то наркотиками же были. Там в таких сидит уже просто дохуём, мне кажется, малого дня один такой. Саша, голуби, норт, ты что вообще не оскорбляй птиц? Что кому хорошего голуби сделали? Я голубей боюсь с детства. Я, как бы, я буду, и я не призываю вас ненавидеть голубей, но я ненавижу голубей. Поймите меня. Так было всегда. Это была одна из первых вещей, которые я рассказала, по-моему, тебе о себе, когда к нам подлетел голубь и сказал, ненавижу голубей. Да, первая информация, которую человек должен знать о тебе, любишь ты голубей или нет. Я не люблю голубей. По-моему, этого не было заметно. Я когда-то пытался... Судьи посмотрят на меня. Я сразу хочу извиниться перед бабл-рэпом за то, что начал пиздеть в конце третьего раунда прогрена. Спасибо. По фактам, как бы, мне нельзя было во время шоу-раунда говорить просто ёбка. Да ладно, глянь, он понял это спустя год. Нет, Вася, я тебя не забываю никогда. Блин, мне очень нравится. С Макимон, на самом деле, мой фаворит. Ему всё нравится. Пацаны вышли, почитали рэп, чё, красиво. У него очки всегда всякие классные. На самом деле, хорошо отношусь, на самом деле. Вот я думала, что я не смогу относиться. Но команда Смокимова, вот такие они все, они все вот такие. Да, они такие, лохопеды. Ну, такие, ну, просто лохопеды, типа, приятные лохопеды. Я не знаю насчёт приятных, честно говоря, но лохопеды. Но Витя Бови, да. Но Витя Бови там, так что всё, в любом случае, они лохопеды. Да, Витя Бови наш фаворит. Мне голубь мать спас, например, говорят. Не общайся с матерью. Слепите оксимирону валенки, ходит босой бедный. Это не очень смешно. Слава увеличился в диаметре, что понятно. Голуби помогают детям с лейкемией. Голуби аналог почтальону. Надо почтальонов тоже презирать теперь или что. Какая голубиная почта? О чём вы? Голубиная почта? Всё, её больше не существует. Граница своих прошлых баттлов. Мне прям, короче, понравилось. Вот раз я сейфанул больше обычного, чем... На то, что он так был, может быть, лучше в чём-то. Но в этот раз я прям, короче, ловил кайф. Ну, по решению очень тяжело сделать. И моё решение, оно вот просто, ну, блядь, вот миллиметровое. Оно не показывает никакого участника в преимуществе. Показывает лишь за какие-то детали. Исключительно моменты... Ну, что, Харе позвали? Угу. А, это рекер такой или ещё что? Он всегда так выглядит, Миша. Миша! Красавчик, ты снимал. У Микси состояла проблема с тем, что он делал вот эти вот своеобразные ганбарзы. Но мне кажется, что... Своеобразные ганбарзы. Надо заканчивать панчлайны. Их один хуй надо заканчивать ударной строкой, а не просто, типа, прерываться и... Останавливает, вот знаешь, вот этот вот нарощенный вот эффект нарастания, наставить там, где он есть, не ударить. Вот это вот была его ошибка, которая сыграла на раунде. Потому что у Парагрина в этот момент очень сложно. Прям, это такой сложный. Он всё так сложно пытается объяснять. Что, блядь, ты говоришь? Что, блядь, ты говоришь, сложно, трудо. Сложно действовать такие образные элементы, которые... Кто потерял... Вот на каком слове вы потеряли нить его рассуждение? Я на втором шоке этого делал. Я просто не... Я на пакет смотрю. Смотря на то, что вразрез с ним не остановятся, они аутентично смотрятся по его... Мне кажется, хайт, вот лирики точно, я немножко перекусил. Слишком много, по-моему. Но он это выбил, кто, что, типа, где же тогда, типа, батл рэп. И это, словно, плюс. И патчлайны были, в принципе, достаточно угарные. Потому что я люблю мексиканец. Мексиканец просто гениальный патчлайн. Просто супер. Я вот люблю очень тупые толстые шутки. Вот в стиле, типа, пока твоя жирная мамашка, ами на экраны, я пропустил три серии. Вот у него такие... Серьёзно? Это очень многое объясняет, на самом деле. Понятно. Недовольная целомиротворенная. Блин, так здорово, что теперь, когда у тебя, ну, просто проблемы со вкусом, то, может, я особенный. У меня просто такие волшебные вкусовые предпочтения. Я... У меня не просто, типа, очень низкий коэффициент интеллекта и уровень познания мира, что мне кажется, такие вещи смешными до сих пор. Мне, собственно, и когда пацан просто орёт в камеру, ахахаха, кажется, что смешно, так что... Я просто... У меня такой вкус. Я родон. И были в этот как раз момент, я с них проорался, и они очень сильно ему сыграли на руку. Третий раунд. Своёбаный в рот. Серьёзно, перемотай его. Невозможно. Да, просто... Серьёзно. Он ещё до парагрина даже не добрался, понимаешь? Серьёзно, он назвал сильными, а учитывая то, что... Да когда... О, хайп, да? Ладно, ладно. Хорошо, да. Если ко всем, так ко всем до конца. Ладно. Зам. Он ещё до сих пор не отдал голос. Не скажу, что это... Будет... Ну, не скажи, что это... Ахахах. Хему, ворплея, микси, деталь, для... Как раз ограничения, нужны судьям, а не батлеру. Действительно. И вот... Серьёзно, блядь? Он больше половины всего времени, что судьи судят? Три-четыре минуты я оставил даже меньше. Два-два-два-два. И выбрал микси, что самое главное, из всех его философских вот этих вот. Он всё равно выбрал микси, вот гений. Ну, вот так вот. Ну, батл охуенный. Мог бы так сказать, микси вот так вот батл охуенный. Всё, что надо было тебе сказать. Я хочу ещё мнение, если скажу, что это точно был лучший батл вообще за эту встречу. О, мой бог. И это было лучшим выступлением за эту встречу. Участникам показали, потому что это полный разъёб. Это как раз один из тех батлеров. Да как они могут сами в это верить? Я просто не понимаю. Ну, неужели это им платят так много денег, чтобы они это говорили? Я просто не понимаю, как, как выступая, блядь, два года назад с панчлайнами прорак-клак-клак, и то, как бы выглядеть лучше на фоне всего этого. Как можно не понимать, что происходит? У них даже нету отмазки, типа, бля, ну взяли, там, типа, так орали на эту хуйню, и я, типа, подумал, что микси реально победил, а не посмотрел.